Всем привет! С вами снова Виктор Балец. Сегодня хочу вам рассказать про поселок Шалгинск. Я познакомился с этим поселком очень-очень рано. В связи с тем, что были разговоры от родителей или от знакомых, я услышал, что заключенных возят в Шалгинск. Я даже не подозревал в связи с чем и как, что. Потом начал заниматься этим вопросом и узнал, что оказывается в Шалгинске там добываются урановые руды. То есть там было и, конечно, запасы и золота. Но обычно где запасы золота, там же и запасы урана. Как-то это в природе так устроено. И, значит, все начиналось с географии. Проводились исследования. Путешественники первые и потом уже геологоразведчики обнаружили большие запасы урана. Поэтому начали организовать этот поселок. И таким образом у нас была еще, как вы знаете, зона строгого режима. И раньше заключенных возили туда в Шалгинске работать, добывать эти урановые руды. Потому что это очень-очень вредное производство. И, естественно, человек не может там долго в этих шахтах работать. Короче говоря, добывали там уран. Все это было под контролем Москвы, естественно. Все это охранялось. Простые люди. Шалгинский это был закрытый город. Куда они все имели право заезжать на территорию этого городка. Вот такую вот историю я услышал от своих знакомых друзей. Когда подрастал, подростком был. И видел, конечно, этих заключенных постоянно. Потом их возили в новый город. Вы знаете, они строили дома уже в новом городе. Возили их в таких грузовых машинах с решетками открытыми, можно сказать, летом. Да, и эти заключенные, они даже можно было вот через старый Каражал их возили. Через вот эту дорогу, где башня стоит. И туда в новый город на строй. В общем, заключенные постоянно использовались, Каражали для различных таких. Либо в Шалгинске они работали, либо потом Каражал. Вот эти новый город многоэтажки строили. Им приходилось всегда очень тяжело работать. Но через эти стройки или через эти шахты прошли десятки тысяч людей. В общем, все начиналось с географии. Границей казахского мелкосопочника Бет-Пак-Дала, или в переводе на русский означает Голодная Степь, является небольшая река Коктас. Значит, начнем с географии, где находится этот поселок. До сих пор там, конечно, от него уже много чего не осталось, но местоположение было очень интересное. Граница была между казахским мелкосопочником и безводной степи Бет-Пак-Дала, или Голодная Смерть, переводится. Является небольшая река Коктас. Вот этой границей между этими мелкосопочниками и безводной степи являлась небольшая река Коктас. Течет эта река, как бы огибая самую высокую точку местности, гору Мун-Лу. И вот на берегу реки, напротив горы, стоит поселок Шалгинск. Я потом уже, когда вырос, когда уже был 17-18 лет, я потом ездил в этот Шалгинск или в Шалгинск и смотрел, как там, ну, вообще городок, что он из себя представляет. Потому что историю как бы слышал, знал, но не бывал, да. И я потом на автобусе из Каражала можно было ездить, где-то, наверное, час с лишним надо было добираться в одну сторону. В том автобус там стоял пару часов и можно было на этом же автобусе просто вернуться потом обратно в Каражал. Ну, чтобы не ночевать там нигде, я никого не знал. Просто прошелся по улицам, посмотрел, как все, где что выглядит, да. То есть ничего обычного там такого я не увидел. И потом вернулся в Каражал. То есть такой у меня был однодневный, однодневный выезд, туристический, можно сказать. И вот вопрос возникает, почему в этой безлюдной и безводной степи возник маленький поселок? Как я уже сказал, были для этого основания. Эти края никогда не были необитаемыми. В древности эти места были богаты различной растительностью и животным миром. Можете себе представить, да, обитали здесь мамонты, носороги и жирафы. И, конечно же, антилопа степей и чудом выжившая до наших дней Сайгак. В общем, Сайгака, как возле Каражала или вокруг Каражала, Джисказгана, Жарема, в тех краях. Также и в Шалгинском там очень много Сайги, очень много. И, конечно, еще другие обитатели. И, конечно же, здесь жили люди раньше, люди каменного века. Они оставили после себя свои поселения и на горе Мунлу очень высоко на скале остались даже наскальные рисунки. Да, их тоже можно потом видеть там. Если больше времени уделить, остаться с ночевкой где-то, что-то пойти на эту гору, полазить везде, то эти наскальные рисунки, они до сих пор еще остались. Эти рисунки изображают животных и охоту на них. Ну, как и в других местах земли, там, где раньше люди каменного века жили. Ну, а что было дальше с поселком? Там, значит, история шла дальше, но следов оставила меньше. То есть какое-то огромное количество времени. Можно сказать, там никто толком и не жил. Кочевники только были, кочевали, а так поселков, городов там не было. И про проведение георазведочных работ. Потом начали геологизисты, геологи находить железные наконечники стрел. Можете себе представить. Проводили геологическую разведку и потом находили железные стрелы, вот эти наконечники. Но это были лишь единичные находки и отнести их к определенной эпохе было невозможно. Тем более, там они были уже заржавые все там. И ясно дело, что им уже было огромное количество лет. Поэтому толком никто этим потом не занимался. Все обращали внимание, конечно, и в бывшем Советском Союзе на богатство. Те, что заложены там в земле. И это было самое-самое главное. А там в Шалгинске, ну и вообще Казахстан очень богатый, богатый различными месторождениями. Драгоценные, полудрагоценные минералы. Вот, например, там, как я уже сказал. И эти богатства привлекли иностранных промышленников в свое время, раньше. В конце 19 века на Гору-Куу англичане добывали изумруды и сопутствующие минералы. То есть многие тоже не знают, что первую разведку в Казахстане это проводили иностранцы. То есть англичане и прочие фирмы английские, они, королева их туда направляла. В Казахстан были договора, все это дело находили они. И казахи так особо этим не интересовались. Значит, сегодня вот уже все это поставлено как положено. И Казахстан от этого получает огромные доходы. И это очень здорово. А раньше это было люди простые, кочевники, их как-то это не интересовало. Ну лазают, лазают какие-то геологи, какие-то камни собирают. То есть это особо так никого не интересовало. Недалеко от Шелгинска трагические события тоже в этой степи. После революционного времени, да, революция это было очень тяжелое время и для Казахстана. Потому что там тоже было не так-то просто, была такая как гражданская война, можно сказать. Были богатые казахи, были бедные. И вот богатым пришлось очень туго. Многие даже эмигрировали, убежали из Казахстана. Потому что, ну как в России тоже, революционеры пришли и начали там свои законы устанавливать. Который был в этих краях, в аулах, расположенных на береге Коктас в 30-е годы. Ну в 30-е годы и везде был голодомор и в Украине. Вы знаете, в России тоже было. В общем, по всему бывшему Советскому Союзу. Потому что молодая советская власть, она еще не могла все это как дело организовать. И поэтому были вот такие перекосы. Много людей пострадало, от голода умерло. Ну потом начали также с СССР, с бывшего Союза ученые заниматься Казахстаном. Уже естественно после революции на территории Казахстана уже не было никаких там англичан. Появилась уже советская власть. И уже советская власть, они начали исследовать эту территорию. У них были, конечно, карты разработки от англичан. Это уже было легче. Они знали примерно где что находится. И в 1935 годах началась топографическая, такая геологическая работа. Ну опять начали все проверять. Где что как. Какие-то заделы были раньше сделаны, как уже было сказано. В 1935 году уже начали по серьезному этим заниматься. Сначала составляли точные вот эти карты топографические. По ним начали уже проводиться геологический маршрут различный. Приехали очень много специалистов и московских, и питерских, и всяких разных, да, со всего бывшего союза. Потом была война, как вы знаете. Было очень тяжелое время, не до этого. И в послевоенные годы продолжился поиск природных ископаемых. В этом краю, или в нашем краю, я тоже родился там, да, Каражал. Это, наверное, сколько? Километров 80, максимум 100, наверное, да, Шелгинск находится. Вот в нашем крае искали очень важное стратегическое сырье, как я уже сказал, урановая руда. Это очень, потому что потом уже начали работать над атомной бомбой, и нужен был стране уран. В Казахстане этого урана очень много. И вот дела в нашем крае. Потом разведкой и поиском занималось степное ПГО, такое управление. И главным геологом этой геолого-разведочной партии был, ему и принадлежит слава открывателя этого месторождения. Как строился поселок? Ну, за два года после открытия месторождения были проведены все разведочные работы, и была открыта шахта. Шли уран, построили шахту, началось строительство поселка. Ну, и потом нужно было, чтобы кто-то работал на этой шахте. Так добровольно там особо никто не захочет на урановой шахте работать. И потом, как я уже сказал, были привлечены заключенные с города Каражала, с этой зоны строгого режима. Но об этом никто, об этом история умолвает. Потом началось строительство поселка. Место выбрали на берегу реки Коктас, в 20 километров от шахты. Поселок назвали по имени Родника с целебными радоновыми водами Шалгинский. А Роднюк, впадающий в Коктас, Карасайский. То есть, так называемый Карасайский рудник. И через него прошло тоже очень-очень много людей. И, наверное, многих уже из них нет. Вот такая история этого Шалгинска. Его строили потихонечку. Он не такой уж большой и был. Сейчас стал еще гораздо меньше. Кроме производственных зданий, все, что связано было с шахтой и управлением. И жилых домов в поселке начали строить школу, детские сады, котельную, телефонную станцию. Ну, как обычно, все, чтобы люди могли нормально жить там. Открыли два дома культуры. В поселке были две библиотеки. И вместе со строительством поселок озеленелся. Был довольно-таки зеленый. Что удивительно, я тоже, когда приехал на автобусе, вроде бы посреди степи, потому что автобус ехал по степи, по степи, по бетонной асфальтной дороге. Справа ничего, слева ничего. А сам поселок был очень-очень зеленый. Потом в поселок пришла космическая эра. В 60-70-х годах прошлого века регион стал использоваться для посадок космических спускаемых аппаратов. Ну, опять же, там армейские были части и так далее, и тому подобное. Все охранялось. И в 1971 году одна из таких посадок оказалась трагичной. То есть погибли космонавты. После этого был открыт там памятник космонавтам, погибшим в 1971 году. И вот такая и короткая история. Но сегодня, к сожалению, Шалгинск, он уже как бы такой, потерял свое такое огромное значение, как это было во времена бывшего Советского Союза. Вот такая небольшая история про Шалгинск, которой я сам лично ездил, лично гулял по его улицам. Желаю вам всего хорошего. Заходите на следующее видео. Еще что-то интересное узнаете про свой край, про свои городки, про людей, которые там работали и жили. Это очень-очень интересно знать вам и вашим деткам. Всего вам доброго. Пока-пока. До следующего видео. И будь добр, пожалуйста, подпишись. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok